Ольга Зуробовна Ахлобыстина. Тяжесть в эпигастре и чувство быстрого насыщения. Функциональная диспепсия, гастропорез или рак желудка. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, функциональная диспепсия, гастропорез и рак желудка – это те заболевания, которые могут клинически проявляться симптомами диспепсии, притом не только болью в эпигастре, но и такими неболевыми ощущениями, как тяжесть, чувство быстрого насыщения, вздутие и так далее. Здесь приведена распространенность симптомов диспепсии в странах Азии. И верхние цифры – это не обследованные пациенты, просто которые предъявляют жалобы на диспепсию, а следующие цифры – это пациенты, страдающие функциональной диспепсией. И, как видно, данные по функциональной диспепсии не для всех стран приведены, потому что не всегда этих пациентов, которые предъявляют жалобы на диспепсию, подробно обследуют для того, чтобы определить, идет ли речь о диспепсии, выразованной органическими заболеваниями, или же это истинная функциональная диспепсия. Ну и распространенность синдрома диспепсии в целом, она, как видите, где-то около 20-30% для большинства стран, в том числе и для России. Достаточно распространенные жалобы. Когда речь идет о дифференциальной диагностике при синдроме диспепсии, вот почему мы не всегда знаем, лечили ли мы пациента с функциональной диспепсией или с органической. Потому что существует тактика, когда этих пациентов просто лечат без предварительного обследования, то есть без проведения гастроскопии, назначают лечение эмпирически. И очень много на эту тему было сломано копии, следует ли так поступать с этими пациентами или нет. И в общем мнения разделились, и так это и осталось, что в странах с низкой распространенностью рака желудка в основном вначале лечат эмпирически, в странах с высокой распространенностью, к которым относится и Россия, в общем в основном вначале все-таки проводят гастроскопию. Но здесь показано, что возможно и такая тактика с гастроскопией, возможно и другая тактика. Но хотя на практике, в общем, даже если мы планируем пациентам назначать гастроскопию, все равно до того, как исследование проведено, конечно, большая часть из них получает какие-то препараты. И те, кому эти препараты помогают, они в общем до гастроскопии потом не доходят. Вот этот определенный процент, он всегда остается. Хотя в основном, конечно, у нас принята тактика вначале проводить гастроскопию, тогда, соответственно, мы можем четко сказать, лечим ли мы функциональную диспепсию, или мы лечим пациента с органической диспепсией. Ну вот, одно дело – это теория и рекомендация, а другое дело – как эти рекомендации применяются на практике. Вот здесь авторы этого исследования как раз решили выяснить, как практически происходит лечение таких пациентов. Они предложили просто несколько клинических задач, которые решали врачи общей практики, врачи-гастроэнтерологи и даже эксперты в области диспепсии. Ну и в результате получилось, что на самом деле от стандартов отклоняются все, в том числе и эксперты. С одной стороны, это, конечно, говорит о том, что никакие стандарты в себя абсолютно все клинические ситуации включить и отразить не могут. На практике всегда все немножко по-другому. Но, с другой стороны, основные тенденции отклонения от рекомендации, от правил были выявлены. Ну и в первую очередь, это была ошибочная диагностика синдрома диспепсии. То есть ошибочно включались пациенты с рефлексной болезнью, с синдромом вправо-потреберия. Их рассматривали как функциональную или просто диспепсию. Это было неверное использование стерологических методов для диагностики геликобактерной инфекции. Ну, когда, например, применяли для контроля эрадикации или у пациентов, которым когда-то проводилась эрадикация, начинали их стерологически обследовать. Такая ошибка была распространена. Это назначение эрадикации без предварительного обследования. Ну, сейчас, в общем-то, эти все тесты на геликобактерную инфекцию доступны, поэтому считается, что так поступать не нужно. Это было лечение пациентов с эпигастральной болью без ингибиторов протонной помпы. То есть им назначались антоциды, назначались H2-блокаторы. Это тоже считается сейчас не совсем верная тактика, потому что эти препараты гораздо менее эффективны. Но это лечение пациентов старше 55 лет без предварительного проведения гастроскопии. Все-таки на группе пациентов старше 55 лет здесь все эксперты сходятся на том, что здесь необходима гастроскопия. Ну и последний пункт достаточно сложно комментировать, потому что, конечно, если речь идет об многократном назначении каких-то компьютерных, допустим, томографии для того, чтобы несуществующий рак пытаться найти, это, безусловно, не обоснованно. Но вот ультразвуковое исследование, конечно, мы таким пациентам всегда проводим и считаем, что это абсолютно обоснованно. Но вот здесь не сошлись во мнениях. Таким образом, когда мы занимаемся дифференциальной диагностикой при синдроме диспепсии, собственно, две основные задачи. Ну, первая – это исключить органическую патологию всеми необходимыми методами. И дальше, если мы органическую патологию исключили, то мы можем исследовать моторику. Но об исследованиях моторики уже Аркадий Александрович подробно рассказал. Но вот исследования моторики на практике нам нужны, бывают, потому что нам важно для определения тактики лечения, нарушена моторика, если нарушена, то в какую сторону. А вот исследования чувствительности, в общем, в основном-то применяются пока что в научных целях. Здесь вот эти все тесты, которые перечислены, они позволяют выявить наличие повышенной чувствительности, потому что введение вот всех этих веществ, они вызывают симптомы у пациентов с функциональной диспепсией, тогда как у здоровых людей не вызывают. Но ценность этих исследований практическая, в общем, пока не особенно велика, потому что на тактику лечения это никак особенно не влияет, и дифференциальную диагностику тоже проводить не очень помогает, потому что даже при наличии гиперчувствительности органическое заболевание все равно может существовать, поэтому это пока что в основном для научных исследований применяется. И на первом этапе, когда мы сталкиваемся с пациентом, страдающим диспепсией, конечно, нашу тактику определяет наличие или отсутствие симптомов тревоги. И вот какова их ценность на самом деле. Здесь 15 исследований проанализировали, очень большое число пациентов. И вот чувствительность для определения онкологических заболеваний и специфичность, видите, разброс очень большой. Но, правда, здесь обследовали пациентов не только с синдромом диспепсии, здесь вообще с функциональными заболеваниями. И авторы пришли к выводу, вот проанализировав все эти исследования, что симптомы тревоги, в общем, не позволяют четко отличить функциональные заболевания от органических. А вот здесь приведено исследование, где изучали группу пациентов, страдающих именно синдромом диспепсии. Они с жалобами на диспепсию обращались к врачам. Исследование было проведено в Иране. Иран – это страна, как и Россия, с высокой распространенностью рака желудка. И вот выяснили, что, ну, примерно из трех тысяч пациентов, которые обратились к диспепсии, у 87 выявили рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта. И при этом хотя бы один из симптомов тревоги выявлялся у 66% больных раком и у 38% больных другими органическими заболеваниями. Но если посмотреть на это с другой стороны, получается, что примерно у 30% пациентов больных раком, вообще ни одного симптома тревоги не было. А другими заболеваниями это где-то у 60%. То есть это, конечно, цифры, которые обращают наше внимание. Ну, и наиболее значимыми факторами риска именно онкологических заболеваний оказался пожилой возраст и снижение массы тела. То есть если к нам обращается больной пожилой и выраженное снижение массы тела, то вот именно это в первую очередь нас должно насторожить и насторожить в плане возможного онкологического заболевания этого пациента. И здесь вот еще одно исследование. Какова роль симптомов тревоги в диагностике рака? Здесь рассматривали 6 тысяч пациентов, страдающих дисфагией, а внизу здесь цифры, которые это годы, длительность наблюдения за пациентами. И вот пациенты, которые обратились с жалобами на дисфагию, которая существовала у них в течение нескольких месяцев и до года, среди них примерно 200 случаев было выявлено онкологическое заболевание. Тогда как в дальнейшем дисфагия, которая существовала длительно, 4-5 лет, уже очень небольшого числа пациентов этот симптом свидетельствовал о наличии онкологического заболевания. И то же самое относится к пациентам с ректальным кровотечением. Их было 15 тысяч. Но картина приблизительно такая же. То есть свежепоявившиеся недавно существующие симптомы, они настораживают гораздо больше, в отличие от тех симптомов, которые существуют длительно. Ну, это, в общем, вполне понятно. Если же все-таки речь идет о лечении тех пациентов, у которых мы исключили органические заболевания, как возможную причину диспепсии. Здесь мы можем рассматривать два основных заболевания. Это функциональная диспепсия, ну и вместе с ней еще другие функциональные заболевания гастродуоденальной зоны, это функциональная тошнота и рвота, и гастропорез. Вот здесь приведено определение, если суммировать, в чем разница. Ну, во-первых, в том, что гастропорез может вообще никакими симптомами не проявляться. Но такие пациенты, как правило, и в поле зрения врачей не попадают. То есть мы так только теоретически представляем, что вот такое возможно. А что касательно пациентов с функциональной диспепсией, то у этих пациентов состояние моторики и скорость опорожнения желудка может быть разной. Она может быть замедленна, ускорена или оставаться в пределах нормы. Вот авторы этого исследования поставили себе цель как раз определить состояние опорожнения желудка у пациентов с функциональной диспепсией и с различными симптомами. Здесь сначала просто они исследовали, какие симптомы и какие жалобы были в этой группе больных. Дальше посмотрели, каково было соотношение пациентов с замедленным и нормальным опорожнением желудка при наличии вот одних и тех же жалоб. И вот, как вы видите, цифры примерно одинаковые. То есть одни и те же симптомы могут беспокоить пациентов как с нормальным опорожнением желудка, так и с замедленным. Но вот единственная разница получается у пациентов, которые жаловались на тошноту. Вот здесь преобладали пациенты с замедленным опорожнением. Отдельно еще посмотрели не только замедленное опорожнение в целом, а замедленное опорожнение именно максимального отдела желудка. И вот тут получилась разница еще больше. То есть в целом можно сделать вывод, что именно жалобы на тошноту в основном и в первую очередь позволяют нам заподозрить, что у пациента опорожнение желудка замедлено. И соответственно вот этим пациентам, этой группе мы могли совершенно одинаково выставить обоснованно как диагноз функциональной диспепсии, так и диагноз идиопатического гастропореза, потому что они попадают как под одно, так и под другое определение. Какие общие механизмы могут быть развития функциональной диспепсии и идиопатического гастропореза? Ну, понятно, что вот различные факторы здесь приведены, которые могут нарушать моторику и чувствительность. Это инфекции, прием лекарственных средств воспаления, это предрасполагающие факторы, генетические особенности, и психологические особенности. И вот часть пациентов, у которых произошли эти острые нарушения, они выздоравливают и в дальнейшем не предъявляют никаких жалоб. А часть из этих пациентов в дальнейшем мы рассматриваем как больных функциональной диспепсией или больных идиопатическим гастропорезом. Таким образом, можно говорить о том, что вот существует некая группа этих пациентов с функциональным расстройством, который может сопровождаться или не сопровождаться нарушением опорожнений желудка. То есть оно может быть нормальным, оно может быть ускоренным, и оно может быть замедленным. И сюда войдут и пациенты с функциональной диспепсией, и пациенты с идиопатическим гастропорезом. Вообще, если суммировать наши данные о функциональной диспепсии, которые вот за последнее время получены, мы можем судить о том, что эта группа вообще объединяет достаточно разное состояние. Если говорить о пациентах с эпигастральной болью, если это боль, не связанная с приемом пищи, то это, в общем, функциональная абдоминальная боль, которая просто локализуется в эпигастре, и, по сути, своя она с функцией желудка никак не связана, и является с эносталгией, и лечится она психотропными средствами, а вовсе не средствами, влияющими на функцию желудка. Тогда как, если эта эпигастральная боль связана с приемом пищи, то вот здесь сюда попадает и рефлюксная болезнь, потому что в ряде случаев она проявляется эпигастральной болью, и диспепсии, которая ассоциирована с геликобактерной инфекцией, в ряде случаев с гиперсекрецией соляной кислоты, в ряде случаев это постинфекционная диспепсия, то есть достаточно разнородная группа. А вот если говорить о других симптомах, то есть не болевых, тяжести в эпигастре, вздутие, тошноте, опять же эти симптомы могут быть не связаны с приемом пищи, сюда попадает функциональная тошнота, которая не связана с приемом пищи, но еще разные другие симптомы, которые сейчас, в общем, нам классифицировать трудно, допустим, вот тяжесть, не связанная с приемом пищи, это и не пегастральная боль, но это и не постпрандиальный дистресс-синдром, потому что это жалобы не постпрандиальные. И другая группа, это симптомы, которые связаны с приемом пищи, и вот здесь это, как правило, различные варианты нарушения моторики желудка. Но они могут быть разные, как замедленное опражнение, ускоренное, и различные другие варианты. То есть получается, что это разнородная группа на самом деле. Ну и основной принцип терапии пациентов с функциональной диспепсией все-таки зависит от доминирующих жалоб. Если это боль, то это препараты, снижающие секрецию в первую очередь, а если это не болевые симптомы, то это в первую очередь прокинетики. Но когда мы говорим о гастропорезе, мы помним о том, что это не обязательно идиопатический гастропорез, он может быть вызван различными другими причинами, и тогда уже никак не соотносится с функциональной диспепсией. И когда мы лечим таких пациентов, то решаем две задачи. Первое – это, собственно, устранение симптомов, и тогда это на первом месте у нас прокинетики и противорвотные средства, если не помогает психотропный, и если уже это тяжелый гастропорез, то, возможно, электростимуляция, гастростомия и так далее. И вторая задача, которую мы решаем, – это коррекция трофологических нарушений, нарушение водоэлектролитного баланса для пациентов с тяжелым гастропорезом. И поскольку мы говорим, что на первом месте в лечении пациентов с неболевыми вариантами синдрома диспепсии у нас прокинетики препараты первой линии, вот здесь проведено исследование, когда лечили пациентов вот с такими жалобами, самые разные этиологии. Это было гастропорез, и пациенты, насходящиеся на химиотерапии, и пациенты с болезнью Паркинсона. Ну и вот препарат Домперидон, Матилиум, достаточно хороший, показывает результаты во всех этих случаях, но за исключением химиотерапии. Но химиотерапия – это все-таки симптомы несколько другого центрального кинеза, поэтому здесь помогают хуже, а вот во всех остальных случаях помогают очень хорошо. И здесь проведено исследование, где лечили с помощью прокинетиков пациентов с эпигастральной болью. Такое тоже возможно. Здесь выбрали больных с ночными симптомами диспепсии, у которых вот ночью беспокоила эпигастральная боль. Заподозрили, что связано это с билярными рефлюксами, и вот тоже назначили этим пациентом Матилиум, Домперидон, и тоже получили хороший эффект. То есть, в принципе, назначение прокинетиков возможно и не только при неболевых симптомах диспепсии, но и при болевых вариантах тоже. Ну и небольшое количество клинических примеров из нашей практики. Вот к нам обратилась такая пациентка, молодая женщина, преподаватель, боли в эпигастрине, связанные с едой, и кроме того, вздутие после еды, быстрое насыщение, то есть смешанный вариант диспепсии. Она принимала нестероидные противовоспалительные препараты по поводу боли в суставе, после этого появились жалобы, при гастроскопии никаких существенных изменений не нашли, провели эрадикацию, и вот симптомы сохранялись, пациентка обратилась к нам. Очень была встревожена по поводу имеющихся, вот у нее жалоб таких упорных, подозревала самое худшее, подозревала у себя там онкологическое заболевание. Но вот когда мы ей назначили такую терапию, получилось, что дискинетические симптомы у нас ушли, а вот эпигастральная боль осталась. И дальше мы уже стали разбираться с психическим состоянием этой пациентки, она, конечно, находилась в депрессии, и вот когда мы назначили ей уже соответствующую терапию против антидепрессантами, то эпигастральная боль тоже ушла, и вот неделю назад встречались с этой пациенткой, она чувствовала себя прекрасно, никаких жалоб не предъявляла. Ну и в заключении осталось мало времени, вот еще один просто интересный случай, пациентка, которая страдала язвенным колитом, принимала, ну, соответствующую терапию, в том числе получала когда-то преднизолон и развился стероидный сахарный диабет, у нее была избыточная масса тела, и вот к нам-то она поступила в ремиссии язвенного колита, ну, вот с жалобами на тошноту, тяжести в пегастре. Она получала поддерживающую терапию с алофалькомазотиоприном, и, в общем, доктора, которые ее лечили на предыдущих этапах, подозревали, что речь идет о, ну, каком-то повреждении желудка лекарственном, а вот мы обратили внимание на то, что ее диабет находился в состоянии декомпенсации, исследовали эвакуацию желудка, увидели, что она значительно замедлена, и, соответственно, пациентке был назначен прокинетик, Матилью, направлено к эндокринологу, и, к счастью, здесь речь шла не о нейропатии диапетической, просто гипергликемии, по-видимому, вызывало это состояние, потому что, когда нормализовался уровень сахара, то все жалобы ушли, вот такое интересное наблюдение. Ну, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует...